В чемпионате России по футболу состоялся один из самых необычных туров. Зафиксированы неожиданные итоги. Смотрим таблицу расписания бомбардиров. Начинаем с результатов. Оренбург победил Спартак 2-0. Спартак четвертый раз в новом году пропустил два мяча в одной игре. К 23-й минуте Оренбург сделал итоговый счет. 25-летний нападающий Дмитрий Воробьев заработал гол плюс пас. Урал проиграл Динамо 0-1. Урал прервал 16 матчеву беспроигрышную серию. Тюкавин забил единственный гол в конце игры. Факел победил Сочи 3-0. Факел ни разу не проиграл Сочи в этом сезоне. В первом круге был ничейный результат 1-1. Евгений Марков автор последнего мяча и передачи на Магаля. Когда в матче все было решено, на 81-й минуте удален Мелкадзе, который заработал две желтые в течение минуты. Локомотив вырвал победу у Краснодара 3-2. Приятные изменения происходят с Лока. Команда выиграла, уступая 0-2. Во втором тайме было по удалению. Зюба не забил пенальти, но лучшему бомбардирову чемпионата России удалось заработать гол плюс пас. Химки проиграли Ростову 0-1. Химки десятую игру остались без победы. Победу команде Карпина принес Осипенко. Это 13-11 метровый Ростов в этом сезоне. Следующий пенальти будет рекордным для чемпионатов России. В прошлом туре Осипенко принес победу с пенальти на 94-й минуте. Через 10 минут после гола ушел отдыхать игрок Химок Бикел. Крылья Советов проиграли Ахмату 0-1. Крылья Советов начали Новый год с победы в кубке на Динамо, а затем последовало 5 игр без выигрышей. Полузащитник Артем Тимофеев забил в дебюте второго тайма. Нижний Новгород и Торпеда поделили очки 1-1. Команды продлили без выигрышной серии. Нижний Новгород до 4 матчей, а Торпеда до 9. Центральной герой стала встреча в Москве между ЦСКА и Зенитом. Обряков и Чалов организовали единственный гол в матче 1-0. Таким образом, ЦСКА впервые за 4 года победил Зенит в чемпионате России. А вот последний раз Зенит в чемпионате побеждал Ахмат в 16-м туре. Старт следующего тура ожидается 2-го апреля. Зенит примет Урал, Спартак Ахмат, Ростов Торпеда, Крылья Советов Оренбург, Динамо Сочи, Нижний Новгород Локомотив, факел ЦСКА, Хинки Краснодар. Лучшие бомбардиры и ассистенты. Фарамес, Спартак и Малком Зенит забили по 16 мячей. Спиртсян Краснодар лучший ассистент. 9 пасов. Соболев имеет 8, а Глушенков 7 голевых передач. Посмотрим турнирную таблицу. Зенит 1-й, у команды 2-е поражение в 20 турах. Ростов обошел Спартак в таблице. 41 и 40 очков соответственно. Ниже Динамо, ЦСКА и Ахмат. В середине закрепились Оренбург, который, помним, хочет финишировать в пятерке, а также Краснодар, Сочи, Урал. Локомотив, несмотря на успехи, 11-й. Крылья и Нижний Новгород делят 12-13 место. Факел 3-й с конца. Хинки предпоследний, а Торпеда 1-й снизу. Ставьте класс, если информация была полезной и интересной. И до скорого!